Вы в блоге в своем написали, что мы сейчас находимся в очень особенном времени, и каждый должен сделать все, что он может, потому что именно сейчас имеет место нечто, это что раскрывается, как некое пламя, которое выходит. Так как же человеку приложить все свои усилия? Потому что я не знаю, когда закончатся эти 15 минут. Как я действительно могу знать, что я действительно сделал все, что смог? Ты делаешь это для того, чтобы отдавать Творцу? Или ты делаешь это для того, чтобы быстрее выпить кофе и насладиться самому? Кто-то хочет, чтобы насладился от твоего усилия. Если ты это делаешь для того, чтобы доставить ему наслаждение, то почему ты ставишь какое-то условие, когда там закончится 15 минут или нет? То есть ты воспринимаешь эту возможность как нагрузку или как честь. Если как честь, то ты хочешь как можно быстрее закончить, доставить ему все наслаждение, которое ты ему уготовил. А если как груз, то, конечно, ты убегаешь, но уже нечего делать. Но когда я уже закончу это, конечно, все определяет подход. Я не об этом, наоборот. Я хочу дать максимум от себя. Ну так сделай. Я не знаю как. Нет, ты сделай. Ты можешь закончить. Я поэтому и сказал, что... Поэтому я привел этот пример. Сказал, что он ограниченный, как и все примеры нашего мира, потому что ты можешь ускорить время. Ты не обязан ждать 15 минут. Если сейчас, отныне и далее... Что говорит Бали Сулам? С момента, когда раскрылась книга Зор, раскрылась наука Каббала, ты можешь даже с сегодня на сегодня, а не с сегодня на завтра закончить весь процесс и прийти к окончательному исправлению. Не ждать 6 тысяч лет? Сделай это сегодня. Если тебе уже дали средства, то времени нет. Не нужно ждать. Это называется... Если ты ждешь, то ты следуешь согласно БИТО в рамках времени, согласно программе природы. Не желаешь достичь этого прежде? Не согласен, да? Ну, французы, они такие вообще. Он говорит, я хочу, конечно, хочу. Все хотят. Слушай, что ты играешь, как будто бы ты ничего не знаешь, что делать? Ты уже 5 лет учишься. Чего ты не знаешь? Я не понимаю тебя. Чего ты не знаешь, что делать? Что? Объединиться с товарищами? Что? Все время следить за своим намерением и все время находиться в максимальном слиянии с целью? Чего ты не знаешь? Ну, и понять, что все помехи, которые тебе даются, они все эффективны для того, чтобы ты только усилился в объединении с товарищами и в учебе, и в намерении. Так что ждать, пока это случится? Чего ждать? Чего он хочет ждать? Если ты получил возможность, тебе дали шансы, должен его использовать, реализовать. Все товарищи уже это делают, Раф? Ну, все товарищи делают. И он тоже хочет? Все делают. Почему не получают то, что нужно? Если все делают, то в чем моя проблема? Очевидно, не получают исправления свыше. Так почему мы уже не в Гвартикуне, если все делают эту работу? Вы не просите. Шанс, это называется, проси. Ты сейчас находишься передо мной, и я даю тебе шанс. Спрашивай. Я хочу осуществить вашу мечту, когда вы сказали, что вы мечтаете о том, чтобы Бнэй Барух родились в духовном. Но я думаю об этом, я постоянно этого прошу. Постоянно думаю об этом. Ты думаешь, что если бы вы попросили как следует, вы бы не получили? То есть, ваша просьба пока еще не просьба.